здравствуйте друзья сегодня 7 сентября 2024 года я хочу сделать обзор по укореняемым черенкам крупнолистной гортензии значит справа у меня череночник в которой я укореняю мои черенки а слева это гортензии на продажу которые были укореняемые в ноябре прошлого года так по поводу череночника значит здесь у нас ткань на дне постелен постеленная вот смотрите пленка пленка это не везде вот она там дырочки и вода уходит полностью если мы поливаем вот капельным поливом вот эту ткань для того чтобы все таки здесь сохранялась череночники влага то это лишняя вода уходит уходит полностью единственное остается только влажный влажная ткань значит горшочки 08 литра вот такие вот длинненькие я люблю такие горшочки торф в горшочках нейтрален и смоченный вот таким препаратом это микро витал здесь просто комплекс комплекс микроэлементов значит специалисты его рекомендует употреблять при укоренении растений в данный момент я первый раз и первый год употребляю этот препарат поэтому я наблюдаю как же здесь происходит укоренение значит еще такой момент укореняла я вот такими ветками просто вот большими черенками длинными и листья не обрезала где-то обрезала где-то нет поэтому сейчас будем смотреть значит вот это сорт я укореняла 15 августа двадцать четвертого года так называется это сорт фрэнси блю значит у меня был полуфабрикат очень болел я его даже сколько я покупала и ни одного не продавала потому что там было нечего продавать как-то он у меня очень-очень болел к осени он прям поднялся неплохо и я его почеренковала значит с 15 августа значит лежали вот так вот у меня листья у них прям вот жуткая была картина ну вот просто знаете ну жарко август месяц 40 градусов на улице а здесь теплица и плюс еще мы накрываем вот этот череночник пленкой для того чтобы создать парниковый эффект как видите вот на пленке мы открыли его тут прям влага ни разу мы не поливали здесь ни разу не подкармливать ничего не делали единственное мы открывали когда только дополнительную партию черенковали черенков открыли быстро поставили снова закрыли все вот жара вот 40 градусов было первое время картина была вот просто страшная просто страшно я думаю что такое ну никак вот ну 40 градусов оно вроде вроде бы и понятно да здесь еще больше то здесь была просто баня но тем не менее что хочу сказать с 15 августа вот почти уже месяц прошел начали подниматься вот они поднимаются макушечки и макушечки начали расти вот смотрите прям вот крепенькие прям хорошие макушечки это говорит о том что они принимаются значит корешочки уже уже вот они идут вот они видите маленькие они есть вот еще неделя до месяца да и месяц бы был но если учесть то что они укоренялись в очень в очень жаркое время года вот поэтому я думаю что результат хороший вот пропавших практически нет даже если вот листья все пропали смотрите вот почка живая и почка вся идет значит вывод какой я сделала из этого вот на данный момент то есть у меня же много же укореняется черенков на данный момент все таки я вывод делаю такой что надо все таки обрезать надо меньше листья делать вот ну посмотрим дальше в дальнейшем я вам еще покажу разницу значит здесь 23 августа укоренялась это сорт керли спаркли хот пинг и снова вот такая же я листья вообще не обрезала то есть вот укореняла в большие длинные черенки но поскольку у нас и горшок-то огромный длинный такой до почти литровый емкостью поэтому я вообще не обрезала листьев считала что им достаточно надо чтобы такой черенок пустил корни надо все-таки фотосинтез чтобы был прям вот хороший не так чтобы то если маленькие листики они где-то пропадут где-то что-то и питание не будет достаточно нашим черенкам для укоренения но посмотрим это 23 августа всего лишь только две недели прошло но после 15 августа я не черенковала я все-таки боялась когда я увидела вот такую вот картину ужасно это сейчас вот более-менее еще а когда увидела такую картину я прекратила черенковать в жаркую погоду я не старалась не черенковать теперь значит здесь сорт это таблетензия 27 августа 24 года укоренялась значит белая вот это не смотрите я черенки просто бросала в раствор хома хома это медсодержащий препарат ну для для профилактики грибковых заболеваний но здесь здесь еще два с 27 августа прошло сколько 10 дней да ну картина вроде бы вроде бы дай-то бог вот теперь значит здесь какого я 30 августа черенковала дуболистные гортензии его я вам показывала это черенкование огромные листья я просто даже и не знала что и как вот обрезала конечно я обрезала листья как видите вот это это называется четверть листа вот с того времени с 30 августа прошло 8 дней но температуру я просто подгадала чтобы температура не такая была высокая потому что вот в жару в жару просто невозможно черенковать надо было конечно мне немножко подождать даже первую партию вот здесь что у нас так это вот гена просто он доставлял черенки которые сам понемножку там он проверяет смотрит какие бывает что обрежет черенки и даю горшки пересаживает и вот сюда дополнительно но одиночные не нить не партии сажал значит 31 августа вот здесь это у меня сорт тоже керли спаркли ход пинг но дополнительные были еще здесь что у меня это я я прям не рискую дорогие сорта сейчас черенковать потому что ну жара стоит поэтому я его это блэк стил это блэк даймонд серия блэк даймонд вот с черными с черными листьями купила я его в обе за 5 тысяч 11 маточник рискнула и вот немножко подросли у него стебли и я почеренковала это все вот на что с одного маточника что мне хватило теперь дай того чтобы они у меня принялись блэк даймонд серия сорт стил значит с фертильной серединкой и по краям темно-темно бордовые цветы черные стебли и бордовые цветы оригинально просто смотрится красиво теперь третьего сентября уже я черенковала джи блюм это я черенкую знаете большие маточники которые они у меня ну уже отцвели и вот после того что как отцвели они дали какие-то побеги я вот побеги эти связаю и черенкую это все было 3 сентября вот вот эту партию все 3 сентября мы почеренковали теперь покажу еще череночник который у меня на улице так вот этот череночник это на улице значит притеняющая сетка здесь но здесь росла черешня мы вот уже убрали урожай убрали она что-то у нас упал дерево ветер сильный прям с корнем вот поэтому мы сразу быстренько натянули сетки потому что здесь у меня маточники гортензии и этот череночник череночник торцевой стенка от теплицы от средней теплицы да и вот оттуда если видите отверстие зимой здесь проходит тепло из теплицы там теплицу мы топим и тепло в череночник поступает поэтому мы его используем используем круглый год ну а на данный момент чтобы не поступал воздух из теплицы мы естественно вот эти отверстия за закрыли значит черенковала я это уже ну больше месяца прошло может быть месяц и неделя вот так вот примерно не открывали мы как видите не открывали много тут нас повредили слизни как они туда пролезли вот не знаю но пленка что там пленка и отверстие есть налезли короче говоря все поднялись лежали эти вот листья точно так же как вот в той предыдущей картине тут прям вообще я так иногда краем глазом заглядывала и думаю ой ой какой ужас то ли будут то ли нет в общем все зеленые ни один листик не пожилтел не пропал за все это время все растут пошли новые новые побеги новые листочки начали вот появляться смотрите значит несмотря на то что вот я не обрезала листья видите лопухи вот огромные огромные все живы все растут но хочу сказать вот тем макушечные черенки вот такие вот макушечные они как-то мало которые пустили корни вот так вот вот видите вот один экземпляр лежит он вот все здесь лежало до ужаса было конечно картина удручающе но ничего страшно все поднялось все нормально теперь значит что хочу сказать по поводу вот больших вот таких вот листьев и по поводу черенков вот они маленькие ну то что такое возьму видите даже такие черенки это флорентина блю сорт такие черенки даже они даже мне кажется и лучше вот пошли из почек между от листьев пошли новые почки они уже распускаются несмотря на то что тут вот слезняки то поели и и ну вот смотрите так черенок поскольку длинный да вот вот корень вот здесь вот самого самого низу вот он он шикарные жирные корни идут хорошие что хочу сказать что этот это подкормка которую мы пропитывали торф все-таки работает работает неплохо вот теперь значит по поводу вот таких вот хочу сказать вот еще еще вот хочу сказать еще корней нет у таких вот макушечных да очень много листьев я так думаю все равно надо будет обрезать не оставлять столько много листьев и половинка листа останется точно так же зеленой и целое зеленое все-таки на питание этого листа уходило много много энергии вот и больше все шло на листья наверное а не на корень вот так вот вот теперь здесь это сорт чокачик почему я говорю потому что вот черные стебли у него только у сорта чокачик такие черные стебли ну по крайней мере у моих сортов которые я приобретала ну здесь вот здесь вот все да вот тут вот корня скорее всего что нет ну есть вот он есть немножко маленький но это это совсем ни о чем не говорит а вот тут вот вроде какие то хорошо какие то плохо укоренились значит вот хорошо ведет себя сорт ангел вингс блю серия роялти несмотря на то что лопухи вот ангел вингс блю ну у него такой характерный лист я его прям они они вот они все укоренились прям вот вот совсем не тянется видите вот абсолютно не буду его дергать но он прямо с грунтом вот прям выходит очень хорошо себя повел при укоренении теперь укореняла я еще шершавая гортензия которая она уличная гортензия ее она живет на улицу на зиму листья отмирают а весной выходят и снова он растет и это сорт шоколад у него листья листья с обратной стороны такие вот должны быть шоколадные ну поскольку черенок естественно он не показывает но вот из них из всех вот один вот пропал тут уже вообще ничего нет может быть я еще не знаю как когда его черенковать вот такие растения которые отмерзают отмирают на зиму а весной выходят я еще не сориентировалась когда же его черенковать вот тут даже череночек есть и вот он пошел пошла макушечка расти а вроде остальное но у меня всего один кустик причем и не очень яхти какой все я над ним тряслась тряслась кое-как сейчас вот он вычухало ну это мне с дальнего востока прислали вот и я его тут пытаюсь оживить реанимировать значит что здесь вот здесь маленькими я черенковала черенками листья убирала это серия Ройалти Бурнинг Ход очень красивый шикарный сорт значит черенки были вот они все молодые они не такие как вот эти вот более уже вызревшие уже вот-вот а совсем одревеснеют здесь были более такие помоложе но все-таки твердые я старалась чтобы черенки были боковых было побольше и определенным обрабатывала препаратами чтобы эти черенки были коротенькие толстенькие тверденькие вот результат такой что все все принялись ни один естественно не погиб все принялись и так число вот этот вот этот сорт я самый последний из этой из этого череночника укореняла с того конца начинала здесь вот заканчивала они все принялись все пошли все молодые вот они то есть нет такого чтобы вот пропали я выбросил вот там в углу в углу что-то такое что-то ему не так сухой совсем грунт а везде вот влага значит ни разу мы не поливали вот закрыли пленкой и все единственное что сильный ливень у нас тут был эта пленка прямо она прогнулась и было прям вот она легла на полностью на черенки и вот эти черенки были прям придавлены совсем пришлепнуты скажем так ничего все поднялось все нормально слава богу значит что значит горшки 0 8 очень очень даже хорошо длинные черенки это тоже нормально то есть хочу сказать что из таких длинных черенков получается в течение года хороший куст мы выращиваем то есть если мы берем вот такой вот череночек маленький да вот такой вот здесь будут вырастут две почки вот эти целый год мы их будем растить растить эти почки ну может быть кто-то еще догадается их обрезать чтобы к осени было не из двух вот этих побегов еще по два выросло тогда бы было четыре если вот укореняем такой большой длинный черенок то внизу еще может быть два междоузли и все там почки просыпаются где-то я видела сейчас я покажу вам эти почки просыпаются эти почки растут где же вам показать так не это не этот прям у него прям такие хорошие хорошие этот укоренился этот укоренился вот эти вот прям все укоренились макушечные хуже укореняются вот эти вот хуже в общем вот эти почки просыпаются которые в грунте там выходит до четырех почек и каждая дает еще побег то есть к весне здесь получается прям хороший хороший кустик потому что горшочек большой грунта много и они позволяют развиться прям хорошему саженцу поэтому мы вот такие вот иногда отсылаем там где не один побег а четыре и восемь побегов то есть даже вот такое есть все друзья спасибо вам огромное за внимание я поделилась с вами опытом теперь начну черенкование уже температура падает и я так думаю что мы начнем черенкование в полную силу до следующей встречи друзья я